это законе 8 глава второго по пятый стих мэр джулис мэр в это вы оригин хути мухли шатлит как соус интеллиг за ром летать катара удобно шеупалма шин махметма и эсо ромо цицеллиц а дирата моэр джулибина дага моец а диром шеет урага кузь гулши дай цао дэ мисмь цинэбэпс туара гатуини ерэв дэ кашим шилэв дэ дэ манна згач мэв дэ ромэлиц арченицоти дэ арченма ма мэмэв ма ицот нэн ратам мим хударик ауиром арам холот урит а ертитачоцк лобс гаці арам етух тиспиридан мом динарэ коголэлэс ситхвит самоси аргицутэбода танзэ тапэхи аргицутэбода амормоцит лизган маула баши ицотэ шэнсгулши логур стауи здец цуртнис гаці и секцуртнис упали шэн их мэрти аминь время от времени мы подводим итоги своей жизни дро дадро чуэн даскунэпсуак етеп чуэнсхоурэ баши часто это двенадцать раз в году плюс перед новым годом так принято перед причастием проверять свою жизнь асэй арисхолмэм мигэ булиром зиярэ бисцін чуэн згулэбзгадав хэдот я не знаю это хорошая или плохая привычка аруйцеск арги чуэва ато цуды чуэва но мне кажется надо чаще проверять свою жизнь маграм мэв пикроб цот а упрохширад гумарте бисхолмэ чуэн и гулэбзгадамоцмэ ба в тысячу девятьсот тридцать шестом году евангелия принял мой дед атацхраз отста тэксмэцэл сахарэ ба миго чэмма бабуам они этнические болгары и сини этнику рад булгарэ лебикнан жили в маленьком селе и вот к ним пришел миссионер с южных земель дай мастан сам хрэти митцэбэдэн чамуэдам миссионер рассказал евангелие муку а сахарэ ба шесахэ пять семей приняли христа в том числе и мой дед ма чоришчэма бабу он был первым христианином в своем роду и сихо пилуэли христианин тавис модга машина это было очень тяжелое время эссален ртули периоды война оми румыны потом коммунисты потом голод 10 детей в какое-то время дед отпал от бога потом бог восстановил его и вот из 10 детей трое тоже стали христианами и среди них мой отец и он хрестился в 65 году ночью на берегу на озере да от асхра сам уздахуцел с из чумат хаме мой на тлат бис махло блат времена были нелегче а арсу про укэтэси друар копиламаш вера была под запретом рцмэна акрдзалу лихо мой отец 40 лет был пастырем мама чэми ормудси целицадим за веру иисуса он сидел в тюрьме и у него с мамой родилось семеро детей все семеро христиане один из них я принял господа в 94 году и вот наконец в моей жизни наступил самый великий день три года назад крестился мой сын я ждал этого он пришел к богу в очень трагических событиях как и его дед девушка с которой он дружил покончила жизнь самоубийства и я помню тот вечер он пришел домой и сказал она в аду и я ничего не могу с этим сделать и на почве этого господь коснулся его сердца и он крестился и вот в тот день я вспомнил 77 псалом бог заповедал сынам израилевым чтобы отцы передали детям и дети передали своим детям чтобы те передали детям которые у них родятся не забывать дел божие вы спросите что ты это рассказываешь нам это путь которым вел нас бог у меня есть мечта в 2036 году чтобы сын который родится у моего сына принял господа и мы отпраздновали столетие христианства нашей семьи посмотрите на свою жизнь бог ведет вас это путь его это не твой путь это его путь израильский народ стоит на берегу Иордана небольшая речка зеленая вода и впереди обещанная земля бога позади были 400 лет плена и 40 лет пустыни было ли что вспомнить за 40 лет вспомнить было что рассказать нечего можно было вспомнить как они сделали себе золотого тельца шейцлеба гаи хсенебина трогур гаи кетесоху окрос хбо санам мосе хмерцела параке бодам тисуэрзе можно было вспомнить как они как они восстали на моисея и бог уничтожил 14 тысяч человек ими с га хсенеба чейцлеба дарогур агут гненцин мосес дах мертва тот хмет ята сиадами можно было вспомнить то что вспоминает павел в коринфянам 10 главе и си чейцлеба да га 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 хсенебина расац пауле их сэнебда кори тэлтаме додействовали и скушали христа казалось бы что вспомнить что сыну рассказать что внуку рассказать перед сном отцы стыдливо смотрели в землю и деды неловко молчали но во второзаконе и восьмой главе написано что среди всего этого сорокалетнего кошмара бог был там это было откровением для меня в этом отрывке который мы с вами прочитали есть простые три истины первая из них бог тебя ведет он позади тебя он впереди тебя он рядом с тобой и он в жизни твоей и помни весь путь которым вел тебя кто очень часто мы рассказываем свою историю и там ключевой игрок это я я был там я сделал это я победил этих я был здесь рассказать иногда нечего если быть честным если из твоей истории убрать бога это не история это анекдот это посмешище твоя жизнь приобретает смысл если в твоей истории есть бог шанс хорбас азри машины ничеба тушен хорбас я риск мэрти и помни весь путь которым вел тебя бог твой вот уже сорок лет по пустыне как соудешеных мэрти ромэлиц удобно шимиги злодаге руку орно цицелец адиаги где-где но в пустыне бога точно нет сад сад маграм чуэн и азрит удобно шик мэрти арарис холмы он здесь есть и сакарис он в земле обитова на и сах он есть когда я получаю повышение на работе мы привыкли делить свои события в жизни бог здесь есть а здесь его не было очень часто мы задаем глупый вопрос после того как в нашей жизни происходит какая-то беда вы знаете как он звучит где был бог вы знаете ответ он был там одежда не мечтала ноги не пухли вы знаете на протяжении сорока лет по утрам еврей просыпался отодвигал полог палатки и вот он вот такое движение делал вы знаете что он делал он проверял есть мана или нет если мана есть значит бог есть если столб облачный есть значит бог есть независимо от того я сейчас скажу вещь которую истину которую не все хотят принимать независимо от того как себя вели вечером евреи роптали скорее всего поставали на моисея и на бога мана утром была бог присутствовал среди них он ведет тебя он с тобой вы знаете мне не всегда понятен путь господа в нашей семье я покаялся ровно 25 лет назад в осень 94 года и у меня не было ни одного вопроса к богу мне было все ясно и понятно я сказал свою проповедь первую спустя два месяца после покаяния я очень часто я говорил у меня нет вопросов к богу мне все понятно когда я окажусь перед ним я не хочу ничего его спросить вы знаете христиане часто говорят когда я встречу с богом я хочу спросить его это это и у меня не было вопроса я хотел услышать добрый я не я не мой младший брат мой младший брат начал что-то пить не не то моя старшая сестра годами не могла выйти замуж она была старше всех мы уже все женатые быть быть и папа очень переживал за это это была его первая дочь и вот у нее наконец-то появился жених я видел как мой пожилой отец жил заново он ходил гордо по дому и насвистовал песни и за несколько недель до свадьбы жених исчез мы не могли его найти и мы нашли его за три дня до свадьбы до его свадьбы на другой девушке вот тогда у меня начали появляться вопросы господи что ты делаешь на этой почве мой отец пережил микроинсульт через несколько недель моего брата младшего споймали на вандализме он разрушал еврейское кладбище его арестовали дали срок отец заболел принес операцию умер через полгода после этого мне позвонила сестра саша я не знаю что делать у меня опухоль и вопросы росли и росли и росли и вот тогда надо было верить что Бог был там и для меня это было на грани невозможного Бог был там вы помните когда евреи согрешили очередной раз Бог сказал я не пойду с вами я пошлю с вами своего ангела потому что если я пойду с вами я и спреблю вас спустя 40 лет мы видим что Бог не сдержался он был там потому что себя изменить не может второе что понятно в этом отпрывке все что происходит в твоей жизни это от Бога правильный вопрос не за что правильный вопрос для чего и там есть ответ чтобы испытать тебя может быть вам не надо испытания потому что вы достаточно смирены мне надо чтобы смирить тебя чтобы узнать что в сердце твое вы знаете как узнать что в твоем сердце у большинства людей есть лишний палец на ноге этот палец постоянно об угол удаляется вот он очень болит часто потому что ты не помещаешься иногда и вот надо чтобы тебе на этот палец кто-то наступил что в себя полезло смирение тогда можно только узнать что в твоем сердце чудеса и благословение беда и болезнь бог допускает исход 15 глава 23 стих отста месом мух ли милит марас да верши длиц лист дали вам а ши рад ган цар и его амитом и цода масса хил от мара 15 там про меру да про горхую воду да у меня вы знаете этот отплывок три дня пути воды нету вы хотели сильно пить хотя бы раз в жизни однажды я вел команду молодых людей у нас был переход полудневный и я точно знал где источник воды и мы туда пришли и воды нету это были подростки 14-15 лет и они посмотрели на меня Саша где вода у них были белые губы и я не знал что с ними делать три дня воды нету коровы мычат овцы блеют жены пьят своих мужей дети плачут и вот они подходят к местечку которое называется метра там есть вода извините она горька ее пить нельзя и я задал три вопроса этому отрывку знал ли бог что вода в мире горькая и цода мог ли он сделать ее сладкой до того как туда придут манам десанам миссишу лэб и км видот нен вопрос почему не сделал кит хва рат омар гаг это для того чтобы показать евреям что в их сердце он никогда не приходит поздно вы помните как сказала Мария сестра Лазаря если бы Бог если бы Иисус был бы здесь Лазарь бы не умер Лазарь бы умер Бог не приходит поздно Он приходит в свое время и наконец третье что понятно об этом Бог учит тебя как отец учит сына и знай в сердце свое что Господь Бог твой учит тебя как отец сына отрезок длиною в жизнь Он учит тебя из гаст лещ когда Бог сказал это через Моисея евреи поняли что он имел ввиду евреи поняли что Бог имел ввиду потому что как отец учит сына это то что они делали со своими сыновья а мы не понимаем потому что когда надо научить своего сына водить машину что мы делаем мы отдаем его в автошколу если мы хотим чтобы сын играл в футбол все что умел еврейский сын всему этому его учил отец и если сын был непутевый то было понятно почему и вот Бог говорит я учу вас как вы своих детей учите он с тобой всю твою жизнь он тот кто вдохнул в тебя дыхание жизни он первый встретил тебя когда ты родился на этой земле все остальные временные вот эти клятвы до гроба мужа и жены это очень хорошо нужна временный человек в нашей жизни дети временные в нашей жизни родители временные в нашей жизни я уже не говорю родственников братьев сестер он один с тобой всю жизнь он закроет тебе глаза и первый встретит тебя по ту сторону и и шек дэб пир и сай к и сай к